Очень интересный человек. Я думаю, вы поймете об этом после его публичной лекции. Вы знаете, что мы одновременно реализуем две программы. Программа развития нашего университета, которая была в 2010 году принята. Как только мы с вами получили статус федерального университета и пять лет ее реализовали, и несколько лет мы с вами также реализовываем так называемую программу 5 ТОП-100, согласно указу нашего президента Владимира Владимировича Путина, по попаданию пяти университетов, сотни университетов мира. И вот сегодня у нас в гостях человек, который является экспертом и занимался развитием университета и оказывал экспортную помощь многим странам в мире и университетам. Я думаю, я его попросил, чтобы он коротко свое выступление рассказал об этой работе, а о части работы тоже самое. Значит, и мы ему очень благодарны, что он нашел возможность приехать на несколько дней к нам в Казань, наш университет, и сегодня у нас публичная лекция, затем у нас будет формат круглого стола со специалистами, когда мы будем рассказывать господину Салми, как мы видим собственное развитие, и я надеюсь, мы выслушаем все эти плюсы и минусы нашей жизни с точки зрения внешнего экспорта, который имеет возможность сравнить, как развиваются университеты в мире, и как они достигают своих результатов в тех или иных областях. И завтра также у нас будет рабочий день, поэтому это не выходной день, ни для нас, ни для него, когда мы будем подводить итоги, и, может быть, удастся нам обговорить вопросы создания совместной лаборатории по развитию или продвижению нашего университета в мировом пространстве. Поэтому, господин Салми, я с удовольствием приглашаю вас на эту историческую трибуну, где выступали с публичными лекциями не только выдающиеся ученые мира, нобелевские лауреаты, но и большие политики, президенты многих стран. Я не скажу, что все 80 стран, правительство которых вы консультировали, были на этой трибуне, но многие фамилии будут для вас знакомы. Прошу. И, коллег, если будут вопросы, в конце, как обычно, мы тоже будем иметь возможность задавать вопросы. Прошу вас сюда, господин Салми. Доброго-доброго утра. Всем вам большое спасибо, господин ректор, за то, что пригласили меня приехать в Казань. Для меня это первый раз. Это большая честь, и уже со вчерашнего дня до этого момента, имея возможность посетить ряд ваших престижных институтов, и нахождение сегодня в этом историческом зале, я чувствую себя немножечко некомфортно, поскольку я так чувствую, что не так много я знаю о вашем университете, у которого такое достойное прошлое, и который подготовил такое большое количество известных ученых, талантливых студентов. Для меня это большая честь стоять и выступать перед вами сегодня утром. Господин ректор попросил меня представиться. Не хотелось бы мне много говорить, много о Сибири. Я бы предпочел отметить, что я родом из Марокко, учился я во Франции, в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании. До сегодняшнего дня я все еще рассматриваю себя в качестве студента у разных университетов, и я рад возможности узнать о вашем достойном университете. Пожалуй, больше всего я могу в своей карьере, в рамках своей карьеры гордиться, не только научной своей работой, как экономист в вопросах образования. Но, пожалуй, я больше всего могу гордиться своими тремя детьми. Мой старший сын вчера выпустил свою первую видеоигру на рынок, «Эллипсис» называется, я этим горжусь. Но вчера, когда я начал знакомиться со всем тем, что делает данный университет, я должен признаться, я себя начал чувствовать немножечко некомфортно, даже переживать не на чему, относительно того, чего же я могу поделиться с вами из того, что вам еще не известно. Соответственно, я посчитал, что мне, наверное, помощь потребуется в подготовке достойного выступления. Соответственно, вчера ночью пошел я по улицам Казани в поисках какой-либо помощи. К счастью, нашел я вот эту замечательную даму, которая согласилась рассказать мне о моем будущем. Я ее поблагодарил и сказал, вы знаете, мое будущее, оно уже позади. Меня более интересует будущее высшего образования. Она согласилась мне помочь в этом вопросе. И согласилась поделиться своим пониманием, видением будущего высшего образования. Я записал это на своем айпаде, и хочу поделиться с вами тем, что она сказала. В будущем будет обязательно всей молодежи каждой страны поступать в университеты. Для привлечения ваших студентов вам нужно будет, чтобы у вашего университета было более привлекательное имя. Можете назвать его университет прекрасных профессионалов, например. Для того, чтобы суметь привлечь своих студентов в будущем, вам нужно будет вести очень активную работу на Фейсбуке. В будущем своим студентам будете выдавать сразу при поступлении айпады или киндлы со всеми учебниками, закачанными на весь период их обучения. А в странах, где учащиеся интересуются научными дисциплями, инженерными, университеты будут работать уже на уровне детских садов, объясняя деткам, мотивируя их в вопросе важности научной деятельности, инженерной деятельности. В будущем, если учащимся студентам потребуется финансовая поддержка для обучения, они будут принимать участие в аукционах на eBay для получения соответствующей стипендии на обучение в университете или соответствующего студенческого кредита для студента, чтобы он мог оплатить обучение. В будущем в элитных университетах будет, пожалуй, не больше 10 студентов, в то время как в большинстве университетов будет сотни тысяч университетов, и все это будет проходить через интернет, в том числе студенты со всего мира, поскольку игровые взаимодействия будут учить методам игрового взаимодействия в вопросах обучения. В будущем даже имейлом перестанем пользоваться, поскольку это слишком медленно, будем общаться друг с другом посредством WhatsApp и подобных различных социальных систем и мессенджеров, поскольку много быстро. В будущем все экзамены будут с возможностью прямого доступа в интернет для каждого студента, то есть возможность использования интернета в ходе экзаменов. В будущем стандартная продолжительность лекции будет всего 5 минут, и большинство лекций будут в интернете. Это, возможно, не очень привлекательная новость для профессоров сегодняшнего дня, поскольку степени, которые будут вручаться, будут действительны только на продолжитель в течение только 5 лет. Это означает то, что учебную программу каждые 3 года нужно будет пересматривать, и каждый отдельный контент в каждой отдельной дисциплине. Заработная плата профессоров в будущем будет основываться на оценке со стороны студентов. В будущем нам дешевле будет создать университет или лабораторию, поскольку у нас будут электронные библиотеки и виртуальные лаборатории. В будущем, но также отметки за различные курсовые экзамены студентов будут выставляться с использованием программного обеспечения, основанного на искусственном интеллекте. В будущем совет попечителей университета будет составить в основном из 18-летних учащихся, потому что им-то лучше известно, что реальный университет нужен. Если ваши выпускники не будут находить возможность адекватного трудоустройства через 6 месяцев после завершения университета, университет должен будет возместить такому учащемуся стоимость его учения университета. И такие университеты, как Казанский, и плохие новости для Казанского федерального университета заключаются в том, что в будущем только 10% вашего бюджета будет поступать от правительства. Не переживайте, вы будете настолько успешны, чтобы получить деньги из внешнего мира, что через 6 месяцев после наказания академического года вы будете говорить филантропам, нет, нет, достаточно уже денег на этот год, не давайте нам больше. В следующем году давайте вернемся к вопросу. Хорошая новость для ректора в будущем ежегодная заработная плата ректора будет равна эквиваленту в миллион американских долларов, но будет комплексироваться в зависимости от того, насколько рейтинг университета повышается или понижается международно. В языках, где английский не является основным или родным языком, родители будут проводить определенную операцию маленьким деткам для того, чтобы кусочек ткани вырезать под язычком, для того, чтобы улучшить произношение на английском языке. А также те из нас, кто хочет получаться, кто стремится к МФА, ибо в будущем мастер в искусствах будет намного ценнее, поскольку креатив важнее. О чем я говорю? О мире фантастики. Поверьте мне, те примеры, которые я привел, на самом деле, они не из будущего. Это то, что я уже видел в рамках своих поездок в разные страны мира. И я верю в то, что, на самом деле, это является символичным описанием той революции, которую переживает на сегодня мир высшего образования. Казан, федеральная университет, который необходимо принять это, готов ли Казанский федеральный университет принять участие в этой революции, которая происходит в этой революции, которая происходит в ответе на этот вопрос. Во-первых, очень хотелось бы напомнить нам самим всем о важности знаний для инновации, а потом взгляд на то, как инновации влияют на саму систему высшего образования. Позвольте начну с первой части, с частей важности знаний. Пример Министера Норвегии наверняка на фотографии выложена. Она буквально в прошлом году заступила на свой пост в одной из своих первых докладов о выступлении. Она сказала населению своей страны, что нужно забыть о нефти. Норвегия, как у Татарстана, очень богатые нефти, но она не запасна. Но она сказала, что будущее Норвегии совсем не в нефти. Знание – это нефть будущего. И для иллюстрирования важности знаний я хотел бы обратить ваше внимание на исследования, которые проводили мои бывшие коллеги в Всемирном банке, где я работал в Чинг-25 лет как координатор по вопросам экономики и высшего образования. Вот мои коллеги провели сравнение двух стран – Южная Корея и Бразилия. Если вы посмотрите на то, что происходило в начале 60-х, обе стороны, что Корея и Бразилия находились на одном уровне экономического развития. Но со временем они пошли разными путями, и сегодня Корея у нас там наверху, а Бразилия там внизу. Кажется, ну, неестественно, потому что, что такое Корея? Корея – это же, вроде, местные. Мало чем богатая страна. 70% Кореи покрыта горами. У них очень мало, на самом деле, природных исходов. У них намного лучше, чем Бразилия, смогли использовать новые знания и новые технологии. Соответственно, я с вами хочу сегодня провести определенный тест, чтобы стараться посмотреть, истинно ли то, о чём я говорю. Кто ли здесь в аудитории, не водит ли на «Хундай» или «Киа»? Нет ли здесь в аудитории водителей «Хундай» или «Киа»? Нет никого? Несколько нашлось. У кого-нибудь здесь, находящихся здесь, нет ли случайно в кармане или сумочке телефона «Самсунг»? Покажите, пожалуйста, ручки. Многие из вас, да? Случайно, у кого-нибудь из вас дома смотрит новое телевизорное 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 телевизора? У кого-нибудь высокотехнологичный бразильский продукт имеется, пользуйтесь каждый день. Нет? Ну, конечно же, если вы не владелец самолета «Эмбрайер». Также довольно интересно посмотреть, что происходило параллельно в системах образования обоих странах. На этом графике я вам показываю соотношение взрослого поселения и их уровень образования. Слева у нас представлены данные по Корее. Справа – Бразилия. Красное означает только начальное образование. Голубое – среднее образование. И зеленое – высшее образование. Теперь, если мы посмотрим на график, в 1960-м, в обоих стран структура образованного населения была одинаковая. Большинство населения имело только начальное образование. В 2010 – look at Korea, how it has changed. At least half of the people have secondary education and 40% have high education qualifications. Whereas Brazil, which has improved, we still have half of the population with only primary and 40% with only secondary and very little with tertiary education. Среднее образование, а уже высшее – очень небольшое образование. Еще очень важная статистика по обоим странам. Если мы с вами посмотрим на то, что происходит, когда люди, имеющие степень доктора, кандидат наук, например, для доктора наук, в случае Бразилии большинство из них остается в качестве преподавателя и работают в университетском случае, а в Корее 60% людей, имеющих кандидатскую и докторскую, и тут работают в экономике и в научно-союзских институтах или соответствующие подразделения компаний. Соответственно, вы объясните, почему мы инновационны такие. Вот статистика по патентам, зарегистрированным в американском патентном бюро соответствующих стран. Опять-таки, видите, что если посмотрите, в начале 80-х ежегодная производительность патентов в обоих странах 50% в Корее, 39% в Бразилии, разница небольшая, но если мы пойдем дальше, на сегодня Корея каждый год регистрировала 14 440 патентов в американском патентном бюро, в Бразилии только 336. То есть менее 400. И помните, как я ранее упомянул, у Кореи ведь всего-то 50 миллионов человек, а у Бразилии в 4 раза больше. Ну да, я упомянул самолёт Embraer, потому что это интересное исключение. Сегодня Бразилии является мировым лидером в производстве региональных авиалайнеров. И мы можем себе задать вопрос, что тут произошло? Просто повезло или произошло что-то другое? Нужно признать, в конце 50-х правительство Бразилии приняло решение основать Авиационно-технологический институт в партнерстве с Миссачусетским технологическим институтом. Именно таким образом они готовят своих инженеров в техниках, в результате смогли разработать, спроектировать соответствующий лайнер мирового класса. Теперь давайте посмотрим поближе к вашей стране. Вот соседи ваши, Финляндия. В 500 километрах на север от Хельсинки есть небольшой городок Улу в середине леса. В 1970-х, основная компания в этом городке Улу, что они делали? Они делали дерево, чтобы производить бумагу, картон, целевый монотон. Потом эта компания, президента данной компании, беспокоился о будущем его отрасли. Так что он задавал его национальный герман. Он сказал, если вы построите технологическое университет в Улу, он попросил правительство страны, господа, если вы инициируете у нас в деревеньке Улу, в городке Улу, новый технологический университет, я инвестиции найду и лабораторию обеспечу. Профессоры-хельсники, конечно же, не очень хотели переезжать в этот городок, где-то там далеко в лесу. Но правительство им сказало, не господа, идея хорошая. И они действительно основали университет Улу. И сегодня, если вы посмотрите в Google, вы увидите, что город Улу и университет, который там есть, они находятся на одном сайте. Потому что они развивались очень близко, они очень большие связи интенсивно доработали. А название этой компании, которую президент так хорошо посмотрел в будущем, вы, наверное, слышали об этой компании. Их называют Nokia. И они хотят стать первым... Они сначала хотели бумагу производить, потом резину, потом еще какие-то продукты. И они хотели стать лидерами производства электроники. И когда они очень хорошо работали, они 20% финского экспорта на них ложился. И две трети финансирования научно-исследовательской разработки тоже на них приходилось. Кто-то может задать мне вопросы и сказать, Послушайте, профессор, но это отвратительный пример. Потому что мы все знаем, что Nokia, она не очень хорошо сейчас себя чувствует. Да, но тут есть и второй урок. Вот посмотрите, быть лидером сегодня это не гарантирует вам никаким образом что вы будете лидером завтра. Вы должны продолжать инвестирует. Вы должны продолжать инвестирует. Вы должны продолжать заниматься инновациями для того, чтобы оставаться лидером на этой позиции. И я полагаю, что этот урок применен также и к университетам. Этот вывод быть великолепным университетом сегодня совершенно не гарантирует вам, что вы будете быть отличным университетом университета. Если вы будете таким самодовольным, успокоенным. Вы должны продолжать заниматься инновациями. И поэтому я очень рад, когда я вижу, каким инновационным университетом ваш университет является. Еще один пример этого урока изволюционного. Это то, что случилось с компанией BlackBerry. У вас был когда-нибудь BlackBerry у кого-нибудь из вас? У меня был BlackBerry. Но больше у меня его нет. Что случилось с BlackBerry? BlackBerry начали работать в 1998 году как очень небольшая компания. Более того, у них был один офис, который был над пекарней какой-то там расположен. А потом они стали очень успешными. И к 2004 году у них было уже 3 миллиона клиентов. 20 тысяч наемных работ. 2 миллиарда долларов дохода в 2006 году. А потом дела пошли очень плохо. Они покатились вниз. Кто-то подал на них в суд по поводу очень какого-то маленького патента. И вместо того, чтобы договориться там еще, да-да-да, все хорошо. Вы правы, вот вам миллион долларов. Вы выиграли. Они начали драться в судах, судиться сами. В итоге они вынуждены были выплатить больше 600 миллионов долларов. И два основателя компании разругались в Дребске. И один из них вышел из бизнеса. И потом еще одна небольшая вещь случилась в мире. Одна компания изобрела телефон, который они назвали iPhone. И BlackBerry, люди, которые пользовались BlackBerry, они очень рады были, что у них была эта маленькая клавиатурка. Они сказали, да кто еще захочет печатать на виртуальной клавиатуре? Такого никогда не будет сказали, пользуйте BlackBerry. Но мы-то сейчас все знаем, что случилось в итоге. Забудьте про BlackBerry в итоге раз и навсегда. И еще один момент, который хочу подчеркнуть, это то, что есть ситуация с ускорением получения и создания нового знания. А вот, пожалуйста, некоторая статистика, которая демонстрирует это. Первый год, в течение которого мы знаем, сколько научных публикаций было опубликовано. А в году это в 1976 году. Вот посмотрите, это тогда, когда 340 статей было опубликовано. И посмотрите, какой скорость идет количество публикаций. Потом идет десятикратное увеличение. В 1990-х годах уже еще больше, еще больше 2000. Более миллионов в итоге. В последнем году, в котором у нас есть статистика, это полтора миллиона научных статей. И я хочу спросить вас всех, кто может угнаться за таким огромным количеством публикаций и продвижений вашей специальности? Если мы, профессоры, не можем угнаться за этим, как мы можем ожидать того же от студентов, чтобы они успевали все это переварить? Еще один пример, который показывает эти быстрые трансформации. Вот видите, вот эту вот большую штуковину здесь. Вы можете угадать вообще, что это такое? Что это за устройство такое? Это первый жесткий диск. Он такой леденький, всего-то 1000 килограммов. Это 1956-го года фотография. Он такой мощный, что он может хранить в нем 128 килобайт информации. Мы должны очень благодарны судьбе быть за то, что мы можем нашими USB-шками вот этими пользоваться, куда мы вот такую штучку можем до двух терабайтов информации уже заложить. Но вопрос из, опять же, профессора, каким образом мы можем успевать за всем? Каким образом мы можем учить наших студентов в мире, в котором, когда мы учим их, и в этот момент, в первый же год обучения в университете, к тому моменту, когда они выпускаются, эти знания уже станут устаревшими. Поэтому давайте перейдем ко второй части моей презентации. Каким образом мы можем использовать инновации для того, чтобы трансформировать наше университетское образование? И я вижу здесь три измерения инновации. Прежде всего, мы должны признать то, что навыки и компетенции, которые нуждаются наши выпускники, они и изменились, и меняются. Таким образом, каким образом мы меняем учебный план, чтобы построиться под это? Второе, нам нужны новые педагогические подходы. И третье, мы можем полагаться на новые технологии для того, чтобы трансформировать и учебные планы, и знания, получаемые в результате их. Я уверен, что многие из вас уверены и знают о вопросах профессора Ховарда Гарднера из Гарварда, который посмотрел по-другому на то, каким образом мы смотрим на разум. И в традиционном понимании мы обычно измеряем уровень интеллекта при помощи IQ, коэффициента. А лингвистическое и логическое и математическое ум – это то, каким образом мы оцениваем уровень интеллекта наших студентов, их способности, таланты и так далее. Но Говард Гернер сказал, что у нас есть различные виды, множественные виды интеллекта, которого он называет пространственный интеллект. То, каким образом мы, например, ориентируемся в пространстве, в географическом пространстве. У нас есть телесная интеллигенция, артистическая, не интеллигенция, извините, интеллект, знания, а также музыкальный интеллект, поведенческий интеллект и то, каким образом мы относимся к друг другу. И он сделал заявку о том, что это очень важно развивать все эти виды интеллектуальной деятельности, эти стороны нашего разума. Вот почему мы должны признать важность общих сложных навыков и знаний. Когда я иду в новую страну, приезжаю, я хочу посмотреть на их предприятия, и я спрашиваю, а каким образом вы оцениваете ваши университеты? Они вам дают нужное качество выпускников, и я вам должен сказать, везде я получаю один и тот же ответ. Они говорят мне, да, университеты в этой стране, в этом городе очень хорошие университеты, они хорошие профессионалы готовят, они могут знать, что об инжене, о медицине, о законодательстве, о химии. Но знаете что? Они работать не могут. Они не знают, как работать. Почему? Потому что нам нужны другие компетенции, которые составляют хорошего работника. Но, например, анализ информации, критическое мышление и способность решать проблемы. Сегодня с интернетом у нас информация есть везде, доступ к ней есть везде, но знаем ли мы, каким образом пользоваться этой информацией, знаем ли мы, какая информация правильная, относящая к делу или нет, знаем ли мы, какую информацию мы можем использовать для того, чтобы решить конкретные проблемы. И плюс нам необходима способность делать то, что называется глобальный контекстальный анализ, потому что я могу спросить вас, студенты, которых вы учите. Вы хотите, чтобы они только в Казани у вас расстались работать, или в Татарстане уже, или в Российской Федерации по всей стране, или по всему миру. Сегодня наш мир глобальный. Мы готовим людей, которые являются креативными, творческими, которые готовы изобретать новые вещи? Готовим ли мы людей к тому, что они должны работать с другими людьми в коллективе? С того момента, как я пошел в детский садик, и до того, как я пошел в среднюю школу, в старшую школу, в университет, я сдавал экзамены как индивид, самостоятельно. А университеты сегодня оценивают то, какие результаты у меня были, как индивид, как самостоятельный единиц. Но к тому моменту, когда я ушел, закончил университет, я работаю что? Так же продолжаю как одиночку или как член команды. Подумайте об этом. Как вы работаете каждый день? Это же ведь всегда работа, обоснованная на сотрудничестве. Даже врачи работают очень часто в командах. Итак, я учу своих студентов работать в командах, общение, коммуникация. Да, есть люди, которые хорошие профессионалы, но они понятен, как общаться друг с другом, как убеждать, как объяснять, как просто разговаривать нормально. И более того, когда я смотрю на научные работы, на эту тему я не смогу найти, но посмотрите, что говорят дельфины о нашей способности общаться. Несмотря на то, что люди производят звуки своим ртом и иногда смотрят друг на друга, нет никаких твердых свидетельств о том, что они могут нормально общаться друг с другом. И если мы посмотрим на новости по телевизору каждый вечер, мы увидим, что там что? Война, там есть нищета, там насилие. Конечно же, это четко показывает, что мы как люди, как человеческие существа, мы не можем нормально, мирно друг с другом общаться. И плюс к этому, плюс к этим навыкам, к этим общим сложным навыкам и компетенциям, мы должны готовить наших студентов, учить их тому, что называется характерные качества. Что такое качество характера? Наука о мозге говорит нам, что для того, чтобы учиться хорошо, это не только наши внутренние интеллектуальные способности, но также такие свойства, как любопытство, мотивационное любопытство. А ранее, когда я посещал музей, вот здесь рядом, в соседней комнате, один из ваших очень престижных студентов, Толстой, здесь обучался, гений литературы, но не похоже было на то, что он очень был заинтересован в том, чтобы учиться хорошо. Его больше интересовали какие-то другие вещи, не связанные с обучением. Ученые, изучающие мозг говорят нам, что для того, чтобы быть хорошим студентом, вы должны быть мотивированы тем, что вы изучаете. Это должно быть интересно вам. Вы должны развивать инициативу таким образом, чтобы ваши студенты имели, например, черти предпринимателя, чтобы они были упорными, настойчивыми, даже если они терпят неудачу, даже если они проваливаются, они должны быть способными встать, признать ошибку, сказать, да, я ошибся, в следующий раз я этого не сделаю, и все будет хорошо. То есть, речь идет не только о том, чтобы говорить вашим детям, о, вы такие умненькие, нет, мы должны развивать в них ощущение настойчивости. Даже если они не очень хорошо с чем-то справляются, вы должны говорить им, вместо того, чтобы сказать, ну, и глупый же ты, никогда вы не будешь нормально учиться. Нет, 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 вы должны говорить им, нет, вы можете это сделать, вы можете учиться нормально. То есть, вы поощряете, наш мир меняется очень быстро. Нам необходимо адаптироваться и готовить студентов к этой адаптации, нам необходимо развивать лидерские качества, и, возможно, наиболее важно, это этическое понимание и осознание того, что такое социальное, культурное, многомерное картина нашего мира, чтобы мы понимали и осознавали то, что речь идет не только о том, чтобы быть умным, толковым инженером, нет, это должен быть инженером, у которого есть совесть, который готов и может улучшать наше общество. Я говорил вам о творчестве, мой приятель, который профессор, вдруг в университете Гонконга, разговаривал с Самсунгом, представителем, и он спрашивал вопрос, каким инженером в Самсунг вы хотите играть? И этот, это, кстати, был президент Самсунга, он сказал, вы знаете, моя проблема не в том, чтобы хороших инженеров и техников играть в Самсунг. Проблема в том, чтобы найти людей, которые являются творческими, креативными, потому что сегодня, когда вы думаете о новом продукте, вы можете сравнить различные продукты, их технические характеристики, в общем-то, почти одни и те же, но то, что делает их разными, это насколько классно они выглядят, насколько они хорошо сделаны дизайнерами. Вот посмотрите, Прадо, или, например, можете Армани, например, мобильник может быть, Армани и Самсунг. Если вы поедете в Шанхае, вы увидите, что последняя мода там, фишка, это красивый телефон Аура, бренд. И посмотрите на эту элегантную даму, у которой есть сумка, подходящая под цвет. Это, честно говоря, не сумка, это ноутбук у нее, вот такой вот, посмотрите. И не волнуйтесь, мужчины, которые здесь сидят, для вас тоже лаптопы классные. Вот вам Феррари лаптоп, получите. Что, Феррари вам не нравится? Не переживайте. Вот вам Ламборджини лаптоп. И, пожалуйста, в следующий раз, когда вы будете покупать себе в университете вертолет, купите вертолет Versace модель. Когда я работал в одном банке, они давали нам ноутбуки для работы. И они были такие занудные какие-то, все скучные. Эти ноутбуки, даже эта компания, производящие ноутбуки, должны меняться. Я тут сейчас не буду рекламой заниматься, не буду называть бренды. Но посмотрите, они сейчас нанимают графических дизайнеров для того, чтобы создавать продукты, которые выглядят лучше для того, чтобы они могли соревноваться с другими брендами. Опять не буду сейчас рекламой заниматься, но с того момента, как скончался Стив Джобс, мы должны отдать ему должное, конечно, и почтить его. Еще раз, потому что он говорил что-то такое, что я считаю очень важным. Он говорил, конечно, идет о технологиях, и дело не только в технологиях. Для того, чтобы сделать успешный продукт, вы должны поженить, объединить технологии и человеческое качество, такие как креативность творчества. И только тогда технологии плюс творчества, мы можем производить красивые продукты, которые затронут наши сердца. И если творческая сторона важна, то каким образом мы подключаем творческие аспекты к подготовке наших студентов? Турческая сторона, оно ведь связано с изобретением, нам необходимо дать возможность нашим студентам изобретать новые, новые услуги, продукты, экспериментировать, думать нестандартным образом. Или, оп, а я и не знал, что, оказывается, у меня в университете такое разрешается. Рисковать, нарушать правила, как часть педагогического процесса, совершать ошибки и учиться на них. И самое важное, пожалуй, это получать удовольствие. Я прекрасно понимаю, что вы сейчас трансформируете свои педагогические подходы именно к этому и стремитесь в университете, здесь, в Казани. Но, поверьте, мне довелось побывать в таком большом количестве университета, где преподается все еще традиционно, профессор знает все на зубок, студент должен сидеть пассивно и внимать эти знания у профессора. И ни в коем случае ему не дозволено оспорить или подвергнуть сомнению какое-то утверждение профессора. Нам, конечно же, необходимо признать, да, мир, знания, нет, очень быстро соответствия, но мы не ожидаем, что студенты, кидая университет, они будут обладать всеми знаниями, которые будут необходимы для успеха в своей профессиональной жизни. Если вам необходимо готовить их к тому, чтобы они были способны учиться в своей жизни, вот мне вам вопрос задам, если у вас ребенок заболен, захотите ли вы, чтобы ваша ребенка учил лечить украину, который сказал, я 30 лет назад захочу в университет, и с того момента я ничему новому не учил. Нет, конечно, не заходите вы туда повезти своего ребенка, начиная с моего возраста и продолжая в течение всей нашей жизни. Вот 93-летний австралийский доктор наук, который получает свою вторую степень научную. Мы, поскольку не хочу я, чтобы меня обвиняли в дискриминации по половому признаку, я должен утверждать, что учение не знает, что не в своей жизни, касается как мужчин, так и женщин, но, пожалуйста, даму из Перу, 106 лет. Вот сейчас учится писать и писать, потому что она хочет быть способна писать письма своим праправнукам. Соответственно, если мы хотим жить в режиме получения знаний в течение всей жизни, необходимо принимать в том, что, во-первых, мы хотим всю жизнь учиться. И, с другой стороны, мы хотим непрерывно забывать те знания и те новости, которые уже устарели и неактуальны. Вот, например, Эдвин Лан, основатель Холлороида, сказал, что не идеи нам новые нужны, нам необходимо суметь перестать цепляться за старые идеи. Давайте о них забыть. Позвольте, я задам вам следующий вопрос. Вот, извините, на что заявил Ауэн Тоффлер, специалист по будущему. Неграмотные 21 века, это не те, кто не умеет читать и писать, а те, которые не могут учиться, разучиваться и переучиваться. Кто-нибудь вот этот образец оборудования не признает, особенно, господа, кто у нас из отделений физики или химии, кто, поднимите руки, те из вас, кто пользовались вот этим инструментом в студенческие годы. Вот я сейчас задам вопрос молодежи в аудитории, господа, вы вообще знаете, что это за такая штука? Возможно, не мальчик представления, вам в музей надо будет пойти для того, чтобы узнать, что это такое. Тем не менее, когда вот мы учились физики, и это был наш основной калькулятор, вот такая передвижная, но сегодня это уже старье, часть прошлого. И проиллюстрироваясь вам эти изменения в педагогическом родительной, позвольте я расскажу вам истории из жизни профессора Эйнштейна Катараму. Одно время приходилось путешествовать по разным странам на лекции, с лекцией наступать. И однажды, сидя на заднем сиденье своего лимузина, который лежал в шоффер. Он смотрит в зеркало и говорит, профессор, что такое? Это же для вас легко, ах, у вас легко, но вы же одну эту лекцию читаете. Ну да, но это же основная теория. Ну да, говорит шоффер, конечно, но уже она тоже им читаете. Не кто-то может дать лекцию о теории о релативности. Драйвер говорит, профессор, с вашей респектой, я слушал вашу лекцию так много раз. Я думаю, что я могу дать вашу лекцию. Ага, вы думаете? Окей, я вам покажет. А что думаете, что давай, айда поспорим. Хорошо, приезжает на университет, и профессор Эйнштейн садится в последнее время. А водитель выходит на сцене. А вы знаете, почему? Он должен быть хорошей памяти. Потому что он начинает объяснять теорию о релативности. Эйнштейн садится в последнее время, что в конце аудитории я планирую его. И вы можете представить, что Эйнштейн в стороне, который сидит в последнее время, он немножечко грустнул. И в конце концов, модератор Гюри... И он говорит, что сейчас я буду делать. Но вы можете нам вопрос задать? Ейнштейн думает, что вы знаете, что? Интересно, как он сейчас будет? И вы знаете, люди всегда задают теории. И он готовит вопрос. Вы знаете, что вопрос сидит на Айде, 2, 2, 2, 3... Эйнштейн в стороне много разумеется. И тогда модератор говорит, что еще один последний вопрос. И потом человек в среднем зрения взглянуется, немного агрессивно. И он говорит, профессор Эйнштейн, спасибо за вашу прекрасную конференцию, но вы знаете что, до этого момента вы нам говорили только о вашей работе прошлой, которую вы поняли в прошлом. Что будет следующим шагом в вашем научном исследовании? И вот впервые Эйнштейн в последних рядах уже в голос и говорит, ага, ну как ты теперь выпустишься? Но водитель, абсолютно нет, смотрит на джентльмена и говорит, сэр, большое спасибо за этот вопрос. И я не хочу вас откорбить, но я должен вам ответить, что в течение своей длинной карьеры как профессор, я слышу много глупых вопросов. И я должен вам ответить, что я попрошу, что мой водитель там в последнем ряду на него ответил. Если вы думаете, что это настоящая фотография, то, конечно, в фантастику вы верите. Что такое новый педагогический подход? Что такое новый педагогический подход сегодня? Да, мы с вами в привилегированном положении. Почему? Потому что профессора мы, вместо того, чтобы концентрироваться на том, что нам хочется рассказывать, нам необходимо концентрироваться на потребности всех своих студентов. Вдобавок, сегодня, для того, чтобы сегодня быть профессором, преподавателем, мы, в данном случае, я не могу уже больше полагаться на то, что написано в учебнике, потому что учебник – это часть дня вчерашнего. Я должен полагаться на разнообразие подходов к восприятию знаний для того, чтобы сделать процесс обретения знаний активным, интерактивным, совместным и наполненным опытом и связи с повседневной жизнью. Мне доверилось, что только в пятом году обучения студенты начинают учиться, чего-то делать. Нет, такое нельзя, нужно учиться. Только в четвертом году обучение студенты сталкиваются с пациентами. Нужно прекрасно понимать и признавать, что не только у профессоров учатся студенты, они учатся и самостоятельно, и они получают новые знания также от своих коллег. Какой-то период жизни мне пришлось провести жить в Университете в Университете в Университете с 150,000 онлайн-студентами, и это общественный открытый публичный университет, с 15,000 студентов, которые учатся через интернет, которые они используют, приходите. Добро пожаловать в класс, сидите, где хотите. Если у вас хороший интернет, можете учиться вообще оттуда, где вы хотите быть, когда хотите быть. Потому что сегодня дистанции, когда мы говорим... Ну, понятно, что мы говорим о дистанции географической или равных часовых поясах, конечно же, между студентом и местом, где есть знания. Знаете, кто-нибудь знакомый с сайтом Вторая жизнь, Second Life? Это виртуальный класс. Это виртуальный класс. Одна из ведущих бизнес-школ мира называется INSEAD. У них два компуса, один в Сингапуре. И, посредством этой виртуальной классной комнаты, студенты, которые находятся в 10,000 километрах apart, и разница 6 часовых поясов, они встречаются в этой виртуальной классной комнате. И они способны учиться вместе. И никакие препятствия с расстоянием, мы и сами сами уже не виртуальны. Это технологии-енханцев, активных классов в МИТ. Вот это класс активно в получении знаний в МИТ. В данной аудитории по физике профессор больше не является лектором. У них ситуация обратная, как называется, развернутая класс. Когда студенты самостоятельно учатся. Вечером, перед приходом на образовательную сессию, им необходимо выйти в интернет и пройти определенный экзамен, для того, чтобы продемонстрировать, чему они научились самостоятельно. И они будут попросили, чтобы профессора решить конкретную задачу. И так же, профессор способен проверить, поняли ли студенты задания в соответствующем материале или им не владели. В ходе следующего периода образовательного. Профессор сделал следующее, поскольку он был, с одной стороны, доволен, но не совсем. То есть, что чего-то не хватает. Соответственно, каждому студенту направили трону. Он сказал, господа, кто из ваших одноклассников вам помогает больше всего? Когда студенты учатся вместе, кто-то быстрее воспринимает информацию, кто-то не понимает. Но они же всегда спросят коллегу. Чем-то же таким образом получат. Соответственно, он узнав имена тех студентов, которые разбираются лучше, профессор взял и нанял их в качестве своих помощников и он понял, что мы можем узнать лучше с другими студентами. Потому что он прекрасно понял то, что у многих студентов мы не терпаем лучше. Потому что профессор будет думать, что вы думаете, что вы ступиды, если я задаю вопрос. Но если я спросил мои друзья, они будут неудобно сказать, что я дурак, они будут помогать. И поэтому профессор понял, что опыт learning был очень важным. У одноклассников спросить не как-то легко. Соответственно, профессор понял то, что у очень важных коллеги. Я вот упомянул, например, корейский ранее не очень хорошо. А вот взять вот этот... Как вы думаете, кто здесь преподаватель на тех ходе этого класса в Корее? Робот преподаватель. А теперь посмотрите на лица учеников. Им скучно? Нет, им совсем не скучно. Я вот, вы можете задаться вопросом, а с чего это вы... Робота преподаваете в качестве преподавателя лектора человека? И они ответили по двум причинам. Во-первых, потому что робот никогда на нас не кричит. А во-вторых, потому что робот нас никогда не поддевает и пошучивает над нами. Помните пример я приводил в самом начале о том, что сделал эти персоны небольшой хирургический разрез под язычком для того, чтобы лучше произносить английский язык. В Корее это практикуется, потому что корейцы хотят, чтобы их дети лучше могли чёрче признать. Сити англ, правильнее признать английский язык, когда говорят на английском языке. Несмотря на то, что даже научное подтверждение нечто действительно ждало. Но такое мнение распространения все делают. Это в 1895 году во Франции. Они представляли, что в 2000 году преподавание будет висеть таким образом, как на слайде. Во-вторых, когда преподавание осматривалось как передача знаний и профессор, который знал всё. Я уверен, что сегодня новый модел образования о создании знаний, профессорам и студентам вместе. Прежде всего, учащиеся и профессора, раньше студенты лишь следовали инструкциям. Прежде всего, мы учились только в классе, сейчас мы учились 24 часа в день, 7 дней в неделю. Раньше мы учились как отдельный человек, и я думаю, что это будет менять структуру и форму университетов. Если я не ошибаюсь, это университет Казань, да? Большинство из ваших студентов – это студенты, получающие степень бакалавра. Я думаю, что в будущем, я считаю, что структура университетская будет вот такая форма звезды. Тогда, где традиционные студенты, которые приходят сразу из школы вашей бакалаврской системы, программы будут только ставить одну из частей. Но, может быть, более важно, у вас будет важная часть и аспирантов, еще более важно, у вас будет понятие и очень важно ставить непрерывно в образовании. Мы будем постоянно постоянно обновлять свои знания, для того, чтобы кто-нибудь важный компонент обучения, связанного с изменением карьеры. Потому что сегодняшнее исследование показывает, что человеку необходимо обладать навыками порядка десяти разных профессий. Не говоря о том, что необходимо работать в десяти разных компаниях, нужно научиться десяти разных вещам. Университеты будут помогать вам менять вашу карьерную, и вашу карьерную рост карьерную кривую. Мы также должны дать хороших профессионалов. Мы и хороших профессионалов. Этическая часть обучения тоже очень важна. И мы не будем изучать только на кампусе, но также онлайн, или не только на кампусе, но и в интернете и в онлайн, или в гибридном режиме, когда будут лекции на кампусе, так и через интернет. Ну и в завершение. И поскольку сейчас в Казани села, вот захотелось мне вывести на экран слайд такой прекрасной, спокойной горы, покрытой большим количеством снега. Мне понятно, что вы понимаете, не настолько все там тихо спокойно, что подойдет в аваланш. И я верю, что это то, что происходит в «Хай Эдукассе» сегодня. Так много изменений. Это происходит сегодня в структуре высшего образования. Огромное количество изменений, которые принадлежат, и подумайте о том, как будущее изменит, радикально изменит нашу систему образования. позвольте мне поделюсь цитатами. Ряда специалистов, говорящего будущего. Первое — это цитата Уильяма Гибсона, писателя-фантаста из Великобритании, который говорит о будущем. Оно уже пришло. Просто оно неравномерным образом распределено. Второе — это более традиционно. Французский философ Поль Валери, который писал много-много лет назад. Проблема с будущим сегодня в том, что оно не такое, как было раньше. Но больше всего мне нравятся цитаты Алана Кейна, который в 1991 году сказал, что лучший способ предсказать будущее — это его изобрести. Алан Кей изобрел систему окон Макинтош, которая после него слезала потом другая компания Windows. Но нам необходимо думать не только о будущем, необходимо помнить и о прошлом. Позвольте поделюсь с вами историей 200 лет назад в небольшом городке по названию Кенридж, Массачусетс. Позвольте посетить новую школу. И он был так в驚訝, что он увидел, что он написал с его женой, и я читал с этой книгом в книге об обучении. В этой книге он сказал, «Дорогая моя, я не могу представить, что я сегодня вижу. Я вступил в эту классную, и я видел что-то, что я никогда не видел. Я видел черное, и кусок шок, и кусок мира. И тряпку. Я спросил. Зачем это? Мы всем знаем, что в течение последующих 200 лет доска стала основным педагогическим инструментом поддержки, которую используют профессоры и преподаватели. И вопрос, который стоит перед нами сегодня, в эру интернета и компьютера, создадут ли они такую же важную революцию, как вот эта черная доска школьная 200 лет? Вот посмотрите, это библиотека профессора, который только что ушел на пенсию. Классная библиотека. Мне очень нравится. Но... А вот вам библиотека будущего. Может быть, она нам не нравится, но я вам скажу, это вот то, что используют уже наши дети. И поэтому мы должны подумать о том, каким образом мы должны использовать вот это все для того, чтобы преобразовать и изменить процесс преподавания. Педагогики, будьте осторожны, не повторяйте никаких ошибок изобретателя первого парового двигателя. Локомотив. Когда они поставили вместе, собрали первый паровоз, они что сделали? Они взяли старые телевидения, старые кареты за ним, но они-то за ним тянулись. Они же не были инновационными для вас. Мы должны быть более инновационными, чтобы не сделать новые продукты. Изменять образование. И речь идет о том, что, о, у наших студентов у всех есть новые продукты. Если вы преподаете темными методами используете они компьютеры только для того, чтобы повторять и печатать за вами то, что вы говорите. Это не новое образование. Образование не может быть больше пассивным, не может быть таким умозрительным и наблюдательным. Оно должно быть активным, интерактивным, основанным на сотрудничестве и основанным на постоянном экспериментировании и приобретении нового опыта. И это вызов для всех для нас, для того, чтобы жить в этом новом обществе, основанном на знании. И я, самцы Марокко, и позволю вам рассказать небольшую историю, которая расскажет вам о том, что происходит в моей стране. У нас есть вот это замечательное животное, газель. Я не знаю, у вас в Казани газель есть или нет. Или в Татарстане. У нас есть. Они очень герцозные животные. Потому что газель каждый раз думает о том, что я должна бегать быстрее льва каждый день. Если я не хочу быть сожжен этим богом. И я спрашиваю вас, что вы думаете, что льва лучше жить, что ли? Я не уверен. Потому что льва просыпается, говорит, ну вот опять все сначала. Я должен бегать быстрее, чем самый медленный газель, если я не хочу голодать консульсию. То есть мораль, какая это небольшая история? Это зависит ли зависит,! Если вас большая комната или маленькая Университет. А или большую, что вы бедную университет, или речную университет, вы не можете оставаться на месте. Потому что другие университеты в Корее, в Китае, в Германии, в Китае, они не будут ждать вас. Они не будут ждать и говорить, «О, давайте ждем на русском университете». Нет, вы должны продолжать бежать, постоянно не останавливаясь. Вы можете задать мне вопрос и сказать, что это не очень приятный мир, который вы нам тут рассказываете, но правила сильных или правила наиболее терпеливых. Я знаю, это не очень простой мир, в котором мы живем, но это то, что у нас есть. Что имеем, то имеем. И большая преимущество университетского мира заключается в том, что у нас есть традиции, работать вместе, работать вместе. И я был очень впечатлен, когда он рассказал, как вы пытаетесь работать по-дисциплинам, работать в международном мире, работать в команде, работать с других университетами в России или с другими регионами в мире. И если вы мне позволите, я вам еще одно только вот сообщу послание. Это мое послание вам. Не разрешайте другим людям определять ваше будущее. Вы должны взять ваше будущее в ваши руки и определить сами, куда вы хотите идти. Мы должны помнить мудрые слова римского философа Сенеки, который сказал нам больше, чем две тысячи лет назад, что нет попутного ветра для тех, которые не знают, куда они идут. Спасибо. Продолжение следует... Здравствуйте, уважаемый профессор. Мы рады вас приветствовать на нашей, скажем, на нашей встрече. Я являюсь выпускником Казанского федерального университета юридического факультета. В прошлом году, могу похвастаться, с красным дипломом я закончил университет, но, к сожалению, магистратуру у меня ума не хватило пройти. Уважаемый профессор, вот, как у нас говорят в России, что не в деньгах счастье. И вот вы, наверное, знаете, что на сегодняшний день наша отчизна встретилась с экономическими трудностями, и, к сожалению, государство не может поддержку оказывать, такую, которую ранее мы ощущали и так далее в развитии науки, образования. Вот, по моим данным, на сегодняшний день бюджет Гарвардского университета в этом году превышает весь бюджет на образование России. И, на ваш взгляд, вот какие стратегические основы и конкурентные преимущества вы заметили, приехав сюда, познакомившись с нашим многонациональным народом. Вот, в принципе, вот это первая часть вопроса, а вторая, это чисто, скажем так, мой личный интерес. Вот, на ваш взгляд, через 10 лет какие направления в образовании, они будут актуальны, и будут больше пользоваться спросом, и будут давать результат для общества и для мира в целом. Спасибо большое. Спасибо за этот непростой вопрос, но, прежде всего, не говорите, что вы не настолько умны, чтобы пойти в мастерскую программу. Я уверен, что после нескольких лет опыта вы будете верить в себя, будете мотивированы, и вы попадете в эту программу. Время кризисов, ну да, это нас угнетает, меньше денег, экономика сжимается, но, на самом деле, история нам показывает о том, что во время кризисов это время возможностей. И, более того, я думаю, что, мне кажется, это ректор университета Мэрилинда, мы не должны упустить возможность хорошего кризиса, потому что, когда ситуация идет хорошо, мы самодовольны, расслаблены, правительство дает деньги, жизнь простая, беспокоиться не о чем. Но время кризиса, еще раз, это хорошая возможность, которая задает вопрос, какие мои сильные стороны, если у меня денежиме никак от правительства, где я могу найти деньги, как я могу развиваться. И для того, чтобы это сделать, вы посмотрите на путь этого университета, вы достигли больших успехов в медицине, химии, астрономии, физике, у вас были великие изобретения, вы можете опять это, снова продолжать это делать. И одна из проблем, один из вызовов, который есть, как вы знаете, большинство университетов сейчас, особенно университета в России, они хотят выйти на более высокий рейтинг. Но проблема рейтинга заключается в том, что мы смотрим, кто лучше в рейтинге, о, какой университет, о, Гарвард, например, в рейтинге. И мы начинаем копировать Гарвард, а копирование опасно. А что важно, и я помню последнее, что я вам говорил, вы должны определить, где вы хотите, чтобы был Казанский университет. Вы спрашиваете меня, сказать, где. И вы должны это определять, вы должны это создавать. Это новое будущее и силы. Вы должны подготовить выпускников, которые должны будут верить в себя, которые будут создавать новые компании. Посмотрите на Google. Небольшая такая, например, страна, как Эстония, у них были выпускники, которые создали компанию с высочайшим стоимостью в мире. И будущее, один из проблем для профессора, для вызова, которые создают учебный план, это подготовить студентов к работам, к должностям, которые еще не существуют. 20 лет назад или 50 лет назад, когда у нас был веб-мастер, были две профессии, были профессии, которые были достаточно востребованы, большие ученые-аналитики. И были люди, которые могли анализировать большие базы данных и понимать о том, что происходит, видеть большую картину мира, что называется. И сколько университетов имели курсы, которые готовили людей в этой узкоспециальной области, очень мало. И позвольте еще раз мой личный пример, вам приведу, если позволите. Вначале я вам сказал о моем сыне, который вчера только свою первую видеогрузу сделал. Он изучал компьютеры в одном из лучшем канадском университете, в университете Торонто. И они, как вы, пошли потом работать, проработал один год, и потом пришел ко мне и сказал, пап, слушай, я хочу мастерскую степень в программировании видеоигр защитить. И в это время там был только один университет в мире, в Англии, университет Холл. Кто-нибудь слышал о университете Холла в Англии? Нет, никто, потому что он нигде там в рейтинге высоких не числится. Но, я сказал сыну, сказал сынок, ты не понимаешь, тебе надо идти в престижный университет, в университет, который занимает высокое положение в рейтинге. Он ответил мне, пап, это ты не понимаешь. Этот университет Холла это первый университет, который дает эту мастерскую программу в программировании в видеогейм. Они с PlayStation, с Sony работают, с Nintendo, и вот почему. Это именно туда, куда я хочу пойти. Единственный вопрос, будешь ли ты платить за мое образование? И, ну, я такой любящий, слабый пап, конечно, я заплатил за его образование. Но, они были пионерами, этот университет, теперь мы видим уже сотни этих программ в видеоиграх университет. Но на то время они были первыми, и мой сын был очень благодарен за то, что он мог получить образование в этом уникальном месте. И вызов, возвращаясь к вашему вопросу, это идентифицировать, найти те области, те направления роста в промышленности, в сервисах, в экономике, и подготовить ваших студентам к этому, и, может быть, не учить их очень узко чему-то, а давать им общие основополагающие компетенции, которые позволят вам в последствии адаптироваться к быстро меняющимся рынку. В Израиле есть институт технологий, который называется Технио. И сегодня 42% его выпускников становятся предпринимателями. Они начинают свои собственные компании. потому что подготовка в этом университете фокусируется на способности студентам становиться инноваторами и предпринимателями. Спасибо большое. Спасибо. Я преподаватель института психологии. Я прочитал вашу книгу «Дорога к академическому совершенству» и там были кейсы в этой книге. Они показывают беспокойство о том, что должна быть определенная подготовка с глубокими гуманитарными знаниями. Вы не могли бы сказать нам об этой проблеме? Несколько лет назад меня пригласили на конференцию в Хиросиме в Японии. И во время открытия конференции мэр Хиросимы произнес речь, вы можете себе представить, он говорил о том, что произошло в августе 1945 года, когда американские военные бросили первую атомную бомбу на город и 140 тысяч человек японцев было убито и гораздо большее было еще тяжело ранено. Но мэр Хиросимы произнес свою речь, он не сказал, что «Ой, эти отвратительные американцы, устроено такое». Они сказали о том, что он сказал, если вы будете думать об этом, это самый худший пример в истории человечества, то, каким образом мы используем результаты научных исследований, плоды науки. И поэтому очень важно в любой дисциплине, в какой речь ни шла, что мы готовим и преподаем нашим студентам не просто как профессионал, не просто профессиональные навыки, но мы тоже им даем четкие моральные ориентиры, ориентиры этического характера, о том, что они делают. Мы готовим врачей, и хотели ли мы готовить врачей, которые только хотят деньги зарабатывать, а не заботиться о благополучии здоровья своих подсоединенных. Мы что, хотим готовить адвокатов, которые только заинтересованы в деньгах, а не в справедливости? Если вы, например, проблемы коррупции во многих частях мира существующих, обычно коррумпированные жулики вот эти, они выпускники хороших университетов, они учатся очень умным вещам, но они понятия не имеют того, что такое совесть и этика. Одна из лучших инженерных школ, по моему мнению скромному, это инжиниринговая школа, это All in College of Engineering КОЛН. Я очень-очень вам рекомендую, если вы заинтересованы, посетить их веб-сайт. Это инженерная школа. Это у них учебный план, такой, похож на треугольник. Одна сторона, это, конечно, инжиниринговые науки, инженерные науки, это касается о том, каким образом, что делать, как делать, они называют это ценносообразностью. Плюс они работают очень близко с бизнес-сообществом, которое заходит с их бизнес-сообществом. Они хотят, чтобы они также и готовили предпринимателям. гуманитарным ценностям, гуманитарным ценностям, гуманным ценностям, и они называют это желанием что-либо сделать, потому что дело не в том, они говорят, что мы сделаем, надо, чтобы это нужно было всем, какой-то предназначен и президент Олинг Колледжа, это мой друг, и он сам инженер в области аэронавтики, по образованию, несмотря на то, что он президент, он раз в год проводит занятия, потому что он не хочет терять контакт со студентами. Как вы думаете, какой предмет он преподает каждый год? Вы думаете, что, авиационно-инженерные науки? Нет, он преподает класс этики, он ведет занятия по этике. Потому что он хочет, чтобы его инженеры были ответственными инженерами, чтобы то, что они производили, было полезно для общества. Вот почему я считаю, что очень-очень важно совмещать как научные дисциплины, так и гуманитарные. Но есть еще одна причина. Помните, что я говорил об Apple, о компоненте дизайна? Вы? Понятно, хотите производить услуги и производить продукты, которые приятны, привлекательны. Потому что креатив это ведь не то, что развивается в результате исследования только фундаментальных наук, но и с артистичной стороны, которая смеется в каждом человеке. И, соответственно, традиция разделения на фундаментальные науки, социальные, гуманитарные науки, на мой взгляд, это не есть очень полезно. Мне кажется, каждый инженер должен быть знаком с идеальными искусствами. И в современном технологическом мире также, наоборот, имея только подготовку к вопросу гуманитарных, никто не может работать эффективно, нам необходимо понимать машины, оборудование, на английском говорят, в сокращении STEM, сайенс, наука, технологии, инжиниринг, и математика. Я думаю, что сейчас надо добавить еще и афганцы для изобразительных искусств, изящных искусств. Господин Салмин, я здесь. Меня зовут Радикасианов. Радикасианов, вы нам проиллюстрировали разницу на слайде между Бразилией и Южной Кореей, говоря о том, что именно образование повлияло на разницу в экономическом развитии, в экономическом развитии страны. У нас в России почти 100% высшее образование, можно сказать, среднее образование, точно, и очень высокий процент высшее образование, не говоря уж о работе специалистов в компаниях. У меня вопрос, и вы сказали, что нам действительно необходимо работать дальше, не оставаться такими, какие мы есть, с одной стороны, с другой стороны. вроде уже неплохие показатели. Как нам быть, нам готовить технологов и ученых дальше, ждать, что они придут к нам, или какой-то другой технологии? Вы знаете, у вашей страны был очень серьезный вызов. Ваша страна стала серьезным вызовом, потому что ваша страна во многом, и экономика предыдущей страны базировалась на военно-промышленном комплексе с переходом на рыночную экономику, соответствует тесная взаимосвязь университетов, и ВПК была нарушена, и вам необходимо было адаптироваться к нему. Я не знаю, недостаточно много о том, о принципах и методах работы вашего университета. Например, вы прекрасно известны россияне как хорошие математики, но такое большое количество российских математиков эмигрировало, уехало из вашей страны, и надо воздавать себе вопросом, а что они получают такого интересного в других странах, в вопросах качества жизни, в вопросах получения дополнительного образования, чего они здесь не могут получить, и, соответственно, подумать о том, что может сделать университет для того, чтобы суметь удержать лучшие таланты, потому что сегодня все, деньги в большинстве дня, это таланты, конечно, имеется нефть, хорошо, а когда цена на нефть падает, что случится, а вот стоимость талантов, человеческих талантливых ресурсов никогда не упадет. Будущее богатство в богосостоянии страны, это всегда в качестве человеческого капитала нас, людей, наши способности изобретать. Например, когда посещал я небольшой университетский музей, мне было сказано, что это университет был основан 210 лет назад, первые профессора были из Германии и из Франции. И тут вот это очень важный момент. Интернационализация очень важно измерение развития. если у вас много людей, россиян, живущих в диаспоре за границей, то одна из стратегий ваших должна быть, во-первых, стараться, конечно же, удержать таланты здесь, чтобы не хотели разбегаться. С другой стороны, постараться привлечь таланты из разных частей мира российской диаспоры. И вот, например, сам я с Марокко посещал вчера соответствующую лабораторию здесь химическую, физическую, и я встретился с молодым ученым из Алжира, из странных соседней от Марокко. Алжир очень сильный, импульсная компания, очень развитая соответствующая отрасль. Соответственно, понятно, почему человек захочет учиться здесь сотрудничество нового жилого. Это расширяет такую сеть и сотрудничество, конечно, будет очень важным. Но и второе, это необходимо работать над тем, чтобы снимать барьеры, которые препятствуют быстрому переводу разработки базовых фундаментальных аспектов, прикладную. У вас астрономия здесь очень сильно, астрономический факультет, несколько лет там у нас посещал университет Аризоны в Туксоне, это был публичный общественный университет, это университет штата на бюджетный университет, у них большая пустыня, соответственно, хорошие возможности в день за небосводом, один из профессоров изобрел новый тип стекла, который позволяет делать какие-то достижения в лучшие телескопы, соответственно, они нашли применение, этого у меня была встреча с деканом соответствующего факультета, когда я приехал, декана не оказалась, вице-декана принес извинения, сказал, что у декана возникла экстренная ситуация в его компании, и я узнал, что из 25 профессоров, которые преподают в соответствующей факультете, у 12 являются хозяевами собственных компаний, в том, что когда они занимаются над, работают над кандидатской и докторской степенями, они чего-то изобретают, что позволяет им создать собственные компании, но продолжают сотрудничать достаточно тесно с университетом, они все равно продолжают. Другими словами, они, вот они так, используют лазерные приложения для того, чтобы наносить маркировку клеток людей, которые страдают раком, на пересечении оптики, химии, физики, медицинских наук и так далее. Именно то, что вы стараетесь сделать у себя в университете, создать очень тесное мультидисциплинарное сотрудничество. Профессор Розу Валеева, Института Психологии и Эдюкейшн. Мистер Салми, меня зовут Прайв. интересен в Эдюкейшн, потому что я профессор заинтересован вопрос образования, поскольку сама являетесь преподаватом, профессором педагогики. Я хотел бы обратиться к вашему слайду, на котором идет речь о технических подходах. И здесь вы упомянули креативность, интерактивное научение и сотрудничество. у меня вопрос, как, на ваш взгляд, эти концепции совмещаются с обучением в онлайне? И вообще, как они пересекаются, ли они? И второй вопрос, он тесно связан с первым. не могли бы вы отметить место и какова роль этого современного профессора в этой виртуальной классной комнате? Есть такого понятия, как классной комнаты? Нет. Мы увидели вас, например, в ходе вашей великолепной лекции, увидели вас как человека полного энтузиазма, полного страсти в отношении того, чем вы занимаетесь. И у меня вот вопрос, а если представить студентов, которые сидят в тысячах миль отсюда, как они смогут взаимодействовать с таким, например, с великолепным профессором, профессором высокого калибра? Как вы думаете, роль современного профессора в чем может заключаться? Только в форме модератора или подсказчика где-то, на который, возможно, где-то очень далеко находится, отвечая на вопросы студентов в интернете. Не могли бы на это обратить внимание? Я не знаю, есть у меня готовый вопрос, потому что динаменты это достаточно новое, наверняка вы книги читали, есть онлайн-курсы, которые позволяют сотням тысяч студентов учиться в мире, и эти курсы преподаются лучшими профессорами в мире, из Гарварда, MIT, Стэнфорда и так далее, и, естественно, для традиционного университета это, возможно, определенным вызовом, потому что, если традиционный курс по физике или искусственному интеллекту доступен легко, и можно обучаться ему посредством лекций из MIT, то зачем мне робототехнику изучать в своей стране? во-первых, необходимо посмотреть не только с точки зрения профессоров, но и с точки зрения студентов. Я думаю, что, да, возможно, гибридное совещение разных элементов будет наиболее ценно, когда какая-то часть лекций доступ или занятия посещается через интернет, и какая-то часть в прямом взаимодействии с профессором, причем взаимодействие не обязательно должно быть физическое, вы можете находиться на дистанции, но личное взаимодействие важно, в это я верю. И профессора будущего, это не столько люди, которые работают всеми знаниями и как изрекают эти знания, это абсолютно устаревая модель. И, например, я помню сам, когда был студентом, мне самому было, я сам скучал в ходе занятий, причем то, что когда пассивно слушают профессора, это на самом деле не очень удовлетворяет, не дает достаточно удовлетворения. Мой коллега Эрик Мазур, профессор в Гарварде, физик, преподает декан даже факультета прикладной физики, очень хорошо известный физик в своем направлении оптики, у него патенты есть, он думал, что он очень хороший, известный, успешный профессор, и в какой-то момент он осознал, что, во-первых, его студентам было скучно на его занятиях, во-вторых, они не очень хорошо понимали материал, поэтому первая реакция сразу была, а, ну, глупые, наверное, поэтому они понимают. Ну, обычно люди, которые поступают в Гарвард и учатся в Гарварде, обычно они не глупы, иначе бы они в Гарвард не поступили. Соответственно, он пришел задуматься, так, мои студенты не очень хорошо это понимают, возможно, потому что я не очень хорошо доношу до них материалы, и, соответственно, в этот момент ему пришлось какие-то вещи пересмотреть в себе, он был вынужден переизобрести то, что он преподает, и он стал отцом того, что мы сегодня называем научение от коллег, peer learning, и на его занятии ехал. Он обычно задает вопросы студентам, они пользуются кликерами, тут же инструменты для опросов, каждый студент выбирает какой-то ответ, они тут же все это видят на экране, и он говорит, пожалуйста, определите, а вот вы двое, пожалуйста, теперь определите, кто прав, те, кто ответили а, или те, кто ответили б, раньше была тишина, все слушали, что он говорил, а теперь класс наполнен энергетикой, потому что все студенты одновременно начинают говорить, возможно, один студент сможет увидеть другого, почему он ошибается, и объяснит, почему он так ответил, и они тут же будут видеть, как меняется ситуация, короче говоря, он трансформировал метод, используемый им педагогией, в интерактивный процесс, где студенты друг у друга получают знания и черпают не меньше, чем у профессора, то есть это просто другая педагогика, если, например, мы преподаем в медицинской сфере, можно использовать различные модели, моделирование разных роботов, то есть создать процесс более интересным для студентов и более тесно связанным с применением повседневной жизни. Возвращаясь к вашему первому вопросу, может ли преподавание через интернет донести все аспекты этого, не уверен. Тут необходимо думать о том, как использовать возможности преподавания через интернет, но порой оно может предоставить огромную помощь, о которой возможно и подумать не могли. Вот я, например, в Пакистане, пример, поскольку у вас межрелигиозное сообщество, как вы можете понять, вот мне профессор в Пакистане объяснил, что в случае класса по этике обучение членов намного лучше, чем обучение в классе, поскольку вы говорите о сложных темах, которых касаться в консервативном сообществе тяжело, когда студентам может быть некомфортно задавать какие-то болезненные вопросы на болезненные темы перед другими людьми. Но когда вы взаимодействуете с профессором через интернет в онлайне или на веб-сайте, вы можете намного проще поднимать вопросы такие, которые, возможно, не совсем комфортно некоторым людям поднимать в классе. Поэтому, ну, не буду, конечно, я агностиком не скажу, что обучение через интернет полностью заменит взаимодействие в классной аудитории с преподавателем лицом к лицу. Но я совсем, конечно, даже не согласен с тем, чтобы продолжать использовать только традиционные методологии. Необходимо быть открытыми и экспериментировать с тем, что работает, что нет. Или вот еще пример. Я веду университет Карнегенелл, они очень сильные в инженерном деле компьютерной вычислительной технологии. Они разработали программное обеспечение, использующее искусственное теле. И вот это программное обеспечение, оно взаимодействует со студентами. И на основе того, что вы знаете уже, будет моделировать образовательную стратегию для конкретного соседа, человека, студента. Вы учитесь по одной стратегии, ваш сосед учитесь совсем по другой стратегии. И это интересно. А затем будущее. Они тестировали это, они случайным образом назначали тех других студентов на обучение в традиционном эсэнной оболе или самостоятельно в рамках обучения к статистике и через три месяца. Потом обе группы прошли одни и те же экзамены. Результаты были одинаковые. В среднем были одинаковые. Соответственно, с одной стороны вы не были рады, с другой стороны вы не были рады, потому что было ожидание, что если использовать соответствующие программы обеспечения, использование программы обеспечения даст лучшие результаты. А потом кто-то подумал, а давайте по-другому организуем. следующее четверть они случайным образом опять назначили студентов. Затем студенты, которые учились с использованием соответствующего программного продукта, им было сказано, как только вы чувствовали, что вы готовы сдавать экзамен, можете сразу дать нам значение, и что вам не нужно будет ждать все три месяца этой четверти изначально случилось. Через пять недель многие студенты были уже готовы. И тогда они осознали, что учиться самостоятельно позволяет вам учиться быстрее, учиться своим ритмом. То есть, соответственно, в своем ритме это значительное улучшение. А значит, мы с вами только на самом начале пути осознавания того, какого рода вопросы, какого рода применения может быть, какие решения могут быть достигнуты с помощью этих новых подходов. Мы только в самом начале этой революции.